добрый вечер это спорт на первом здесь все что нужно знать о приднестровском спорте с вами сегодня никита кондратов и виктор савченко но сегодня у нас много самых разнообразных интересных тем одна из тем под лозунгом время отдавать долги нужно вернуть долг так роман пилипчук тренер шерифа говорит о предстоящей в четверг игре с пражской славе очень важной при в лиге европы ну почему долг веду я думаю все прекрасно понимают это то самое поражение в праге тот тот кошмар и обсудим как именно роман пилипчук планирует долг возвращать еще мы поговорим о максиме михалеве воспитанники бендерского футбола он наконец-то догнал сергея старенко сыграл свой четыреста сорок пятый матч в чемпион в чемпионате молдави все историческое достижение как не относиться вообще к чемпионату молдавии да но сыграть в этом чемпионате 445 матчей эта история и очень круто что принадлежит именно бендерскому воспитаннику теперь повторение рекорда эти распальчанин сергей старинка 445 бендерчанин максим михалев тоже 445 матчей и через неделю он судя по всему этот рекорд побьет но об этом сегодня обязательно поговорим что у нас сегодня сегодня еще в программе 140 команд и детский праздник футбола в тирасполе ну и наконец-то вернулся волейбол в нашу жизнь а также юбилейный кубок дружбы по акробатике не только ну все поехали спорт на перо стартовал для нас еврокубковая неделя шериф 30 ноября играют против пражской славе до последний домашний матч шерифа в этой лиге европы очень важный матч есть маленькая проблема до 30 ноября погоду на улице все видим хотя вроде бы чуть потеплеет 30 ноября в четверг но все-таки 22 00 время далеко не детская сложная следующий день рабочий мы все понимаем видим как продаются билеты с трудом продаются роман пилипчук буквально взывает лидерщиком тренер шерифа лично каждого из вас позвал вот вы и вот сейчас вот кто сидит сейчас у экрана в четверг 22 00 на главную арену спорткомплекса шериф минусы понятно только что мы их и писали а плюсы это лига европы друзья но во многие европейские города она вообще никогда не приезжает это лига европы и у шерифа все еще есть шанс продолжить еврокубковую кампанию остаться в лиге конференции в плей офф да если вспомнить так поздно шериф играл против там мадридск мадридского реал того же но был полный стадион до сожалению то о чем мы постоянно говорим что приходит не на сам шериф смотреть а на его соперников но в этом случае вот надо просто проявить уважение команде сказать спасибо за еврокубковый сезон море эмоций ну в конце концов мауринио сюда в терраске тария 13 матч шерифа уже в этих еврокубках 13 матч будет еще и 14 время потом мы вот и надеемся еще на 15 и 16 да и может и больше мы в прошлом году подсчитывали количество матчей шерифа в еврокубках там он под 20 их в итоге сыграл и посчитали что это больше чем у мадридского реала который все выигрывает надо ценить на самом деле эти возможности конечно же приходить на стадион никого не заставляем но поймите когда такое в следующий раз будет да ну а на выходных шериф играл очередной матч в супер леги и зато какой какая вывесная шериф зимбру классика молдавского мне кажется дети кому там 7 8 лет они не понимают о чем не говоришь к шриф петра куб да да для них или мел сами не знаю или просто сам по себе шериф прекрасен и все но на самом деле шериф зимбру это вот наверное из нашего детства это и тогда были полные трибуны даже на матчах чемпионата молдавии это было крутое противостояние но нужно сказать что зимбру то сейчас неплохо там в топе идет он наконец-то вернулся туда на что-то даже претендует а землю вернулся до этого тура шел на третьем месте но по дополнительным показателям уступал мил сами на такой хук справа шерифа получил уже по привычке сейчас уже дополнительные показатели не работают но кстати игра шериф зимбру смотрелась она была хороший довольно качественный футбол и те кто пришел кстати несмотря на погоду тем не менее болельщики были хотя дождь моросил там уже было ясно что снег собирается совсем скоро болельщики пришли шериф играл практически основным составом но наверное из таких понятно кто не сыграет ну там тони силич до молодой хорватский вратарь вряд ли он будет играть еврокубках там не зыбли бы позиция максима коваля но тоже одном основном но тоже удивительно обычный роман пилипчук перед еврокубком всегда давал ковалю сыграть в чемпионате верим в нем чтобы почесать а тут решил оставить его на скамейке запасе лисилича готовят кто знает кто знает это кстати этого молодого шорватского парня очень хвалит тренер шерифа причем говорить не только в игре в рамке а как там игру в рамки оценить чемпионате молдовы никто не атакует ворота шерифа и здорово начинает атаки до для шерифа это тоже важно если обращали внимание команда сейчас по-модному по европейски начиная атаку располагается вот даже показываем сейчас вратарь в рамке и слева и справа защитники все как водится почти барселона ну почти барселона пеп гвардиола до контроля тренд да и поэтому так появился голкипер эдерсон манчестер сити мануэль ноэр это вообще феноменальный в плане игры доля мы забрались мы уже очень много него донесились у нас тоже подрастает ну и вратаре шерифа на самом деле очень много самых разных классных ну давайте посмотрим детали вот никита расскажет о подготовке шерифа к матчу со славией на который обязательно нужно приходить шериф зимбру классика молдавского футбола в начале нулевых эти матчи собирали аншлаги сегодня такого ажиотажа нет впрочем и теперь несмотря на погоду болельщики пришли на матч лидеров роман пилипчук выпустил на поле уже привычный состав рекординьо талал артундуага луванор также в основе бадолом бекели гарананга мамуни две недели они провели в своих сборных участвовали в отборе на чемпионат мира 2026 джо пауло остался в запасе он уезжал играть за кабо верды вернувшийся после травмы луванор вышел на привычную для себя позиции нападающего и сразу забил на восьмой минуте дальше рекординьо напомнил почему его называют маэстро а менталал соло-партнера не испортил и забил и от первого получил тоже удовольствие от второго эпизодами выход из обороны очень хороший был и то что вот работаем начала развития таки от вратаря сейчас нравится мы не боимся не не бьем его туда вперед пытаемся сохранить пытаемся переходить качественные в начальной фазе развития таки вот так начинал атаки шерифа голкипер тони силищ суперлиги роман филипчук делает ставку на него максим коваль вместе с дмитрием челядником наблюдали со скамейки как преднестровский чемпион обыгрывал зимбру 2-0 очень важна была сегодня игра и в плане турнирного положения учитывая тот формат чемпионата одну задачу мы уже решили дадим посмотрим игроков посмотреть то что касается слави и понимаем что придет соперник у которого перед которым мы должны мы проиграли там 6-0 попытаемся перед своими болельщиками исправить эту ошибку хотелось бы пригласить наших болельщиков потому что помощь их нам очень нужна будет шериф все вопросы осени решил в суперлиге теперь только лига европы там шансы зацепиться за третье место в группе и плей-офф лиги конференции для этого надо обыгрывать дома славию и забирать очки в риме при этом параллельно смотреть матчи сервета отдавать долг славе после поражения в праге шериф будет не в оптимальном составе заури габи кити пропустит матч из-за красных карточек матчи серветом все остальные заявки на лигу европы здоровые готовятся к игре в террасполе точно в хорошем настроении об этом можно судить по фотографиям из социальных сетей снег парней из теплых стран явно порадовал остался последний тур в первой фазе суперлиги интриг все меньше и меньше там две фазы уже все наши болельщики конечно знают на самом деле мне кажется нигде так не играет но в европейских чемпионатах точно так никто не делает фмф федерация футбола молдавии придумала уникальный формат но дабы до конца была интрига то есть ну шериф в одну калитку выиграл эту осень а как говорится кто бы сомневался 8 км в одну калитку все-таки немножко переживали я преувеличил но знаете когда команда в 13 игр 4 гола всего пропускает скорее всего она доминирует еще и забивает конечно больше всех и вот формируется 6 команд из этих восьми которые будут играть весной но сам это забавно о том что все очки которые сейчас набрана и все сгорят там в румынии половина сгорает сербия если я не ошибаюсь тоже других чемпионатах оставляют все очки а тут они все сгорят и эти шесть команд они в 10 туров решат тут чемпион весной но и как показал прошлый сезон такая формула турнира себя правда заканула интрига до последнего тура я не помню когда в чемпионате молдавии ну раз в начале десятых такое было потому что формула была другая так бы сливка что досрочно выиграл бы но на самом деле все понятно шериф мил сами зимбру петеркуб бельцы и вот за последний путев как раз сейчас бьются дача баюканы и флорен сыграли между собой вот накануне но это еще ничего не значит будет еще один тур и там определиться кто у нас в этой паре еще кое-кто интересует один конкретный футболить максим михалёв бендерский воспитанник мы начали в анонсе человеку 37 лет прекрасный возраст карлсон сказал бы знаем что по этому поводу самом расцвете сил но и самое главное в самом расцвете рекордов он вышел на поле в понедельник 445 матчей у него в чемпионате молдавии он повторил рекорд сергея строенко и через неделю судя по всему его побьет ну наконец он это сделал так вообще нерги нас великий да но вот этот рекорд вот ему ему не давался он должен был выйти в матче с шерифом но там случилась техническая заминка он не смог выйти должен был сыграть в воскресенье вмешалась стихия снегопад игру перенесли и вот все-таки в понедельник он вышел и сыграл за флорешты и вот догнал старенко и да халёв удивительный конечно человек даже вот достаточно одного этого рекорда такое долголетие столько лет футболе еще чемпионате молдавии ну безумное количество матчей что знаем про никита интересного ну даже в свой 37 он в полном порядке дает фору молодым на тренировках и один из лучших по по тестам по физическому скрытым да то есть он выросла в прекрасной в прекрасной форме но то вот это вот поколение то же самое александр попович что в своем возрасте это это когда футболе был тотальный порядок однозначно молодые боялись поэтому до сих пор все в порядке до рассмотрим унышних молодых через через лет 20 так что хвалим максима михалёва пусть нынешних вот именно если посмотрим да и пусть дает фору молодыми раньше мы всегда за него болеем и радуемся ну и конечно вот еще один такой факт насколько знаю им интересовался футбольный клуб шериф еще бы еще бы по нашей информации шериф интересовался он отказался ну таких деталей я не знаю что говорят что это было еще при первом заходе бордина в шеда ну давайте посмотрим еще больше других новостях спорта в нашем дайджест в террасполе прошел кубок дружбы по спортивной акробатике этот год стал для турнира юбилейным его проводят уже 55 лет соревновались более сотни юных акробатов и акробаток этот общем-то турнир становления наших спортсменов то есть в будущем эти спортсмены потом участвуют в таких турнирах как чемпионат мира чемпионат европы формируется сборная команды приднестровья сборная команда молдовы на последнем чемпионате европы в болгарской варне в составе сборной молдавии выступала смешанная пара из террасполя это арина богатая и геннадий измайлов вместе со сборной пара вошла в топ-10 на европейском турнире конечно это большой успех потому что нам в общем то очень тяжело пробиваться на этих больших всех турнирах мы первый день были десятые второй день мы были девятые мы попали финал и финале мы стали восьмым кто больше всех подтягивается на турниках брусьях и дольше стоит в планке в террасполе прошел турнир по воркауту более 30 участников от 5 до 19 лет по общим результатам золото взяли вячеслав супручев евгений гусенко дмитрий митрофаненко в черногорской будве прошел чемпионат европы по шахматам впервые в своей карьере на международном турнире дебютировал егор лашкин мастер фиде помог сборной молдавии взять 14 общекомандное место а 13 место у норвежцев за них выступал действующий чемпион мира магнус карлсон в лиге 1 прошедший тур прошел без побед приднестровских команд рыбницкая искра проиграла кишиневской виктории 1 7 динамо авто очередное поражение потерпела от спиранцы из дроки 1 3 0 очков из унген увез шериф 2 унгены взяли реванш за поражение в кубке молдавии от основы желто-черных счет 1 3 четыре приднестровских футбольных тренера готовится получить у ифа про обучение проходят на базе сборной молдавии в адулуй воды сергей труханов андрей радиола александра баканча и игорь пикущак лицензия про дает возможность тренировать в любой европейской лиге футбольный выпуск пора разбавить и конечно же чем волейбол волейболом так почему мы к сожалению не женским как который нам полюбился мужским он внес чуть позже пока стартовал мужской кубок молдавии и динамо мвд начал свой путь к трофею с четверть финала играли с командой из ваду и воды оксана шахова такое не могла пропустить оксану шахова значит мы отправляем на мужской волейбол оба ясно же обращаем на женский поедет логика понятно смотрим сюжет оксана шаха матч состоится в любую погоду в приднестровье это уж точно если кто-то сомневается в этой аксиоми значит вы не были на кубке молдавии по волейболу еще одна крылатая фраза вполне подходит и к участникам стартового матча кубка молдавии спортивная школа 12 из вадул и воды приехала в гости к динамо мвд террасполь у меня не улыбка Почти на час задержалась игра Кубка Молдавии, но команда из воду и воду, несмотря на все препятствия в виде снега, метели, все-таки добралась до Тирасполя. Ребят, как доехали сегодня? Доехали очень сложно, дорога скользкая, заснеженная, практически не видно ничего на расстоянии 50 метров, но медленно, уверенно добрались. У нас команда тут молодежь собралась, поэтому мы довольны результатом. То, что выиграли партию такой команды, для нас это престижно. Заиграли в защите, начало более-менее получаться. Исключили глупые ошибки, все получается. Как-то так, давайте, давайте, самоотверженная игра в защите, и они попробуют. Первая партия была чуть-чуть слабенькая, вяленькая, наверное, погода повлияла. А дальше ребята проснулись. Ну, ждем победы, только победы. Я думаю, да, они сейчас восполнятся эти пробелы и восстановят статус. Ну, вообще, для стартового матча, по-моему, интересно. Нет, да, ну, конечно. Да, конечно, да. И давно мы не видели уже эти игры, уже соскучились уже. Вообще, пришли за победой, поэтому болеем и жаждем только победы. Ну, а вот как сегодня погода такая не помешала приехать? Погода не мешает, когда ты приезжаешь болеть за любимую команду и за своих любимых и родных. Сегодня старт волейбольного сезона. Как вам обстановка, как вам игра? Я вижу, что вы сегодня не с самого начала добрались, но все-таки добрались до зала. Добрались, да, с Кишинева тяжело, дорога очень тяжелая. Обстановка спортивная, веселая. Будем болеть за хорошую игру. Ну, в принципе, счет 1-1, по-моему, интересно. Да, да, очень интересно. Мне кажется, Тирасполь лучше. Да, вот. Не то, что по результату, а вообще по игре. Они лучше. Они должны выиграть. Хороший, зрелищный матч. Конечно, думала, что будет 3-0, но 1-1 это уже говорит о том, что не все так будет просто. Ну, молодцы, интересно. Ну, а женская-то Динамо у нас готовится уже к старту? Готовимся давно, только до конца еще не знаем, когда этот старт. Но тренируемся. Хорошая игра, очень все. Интересно вообще наблюдать? Ну, конечно. Ну, как считаете, на открытии сезона ребята справятся? Да, я уверен, что у них все получится. За окном минус 1, а здесь в зале по-настоящему теплая атмосфера. А матч, я бы сказала, просто огонь. Счет был 1-1 после первых двух партий, но сейчас Динамо переломила ход матча и выигрывает 2-1. На улице минус, снегопад, метель. А у нас тут такая шикарная игра. Вот как-то на вас повлияло это? Нет, погода нет. Как сказал наш министр, матч состоится в любую полгода. Так что здесь нет, не повлияло. Надо выходить и играть. Профессионалы должны только так играть. Мы болеем за Динамо. Ребенок болеет за папу. Папа у нас Либера, Александр Петров. И мы очень надеемся, что папа наш выигрывает. Ну, как вам игра сегодня? Нам очень нравится. Я вообще обожаю все смотреть, но нам надо чуть-чуть привыкнуть к шуму и будем главные болельщики. То есть дочка уже привыкает к волейболу, да? То есть все впереди, я так понимаю, ее это ждет. Да, да. Мы тоже очень хотим, чтобы ей нравился этот вид спорта. Хорошая команда, молодцы ребята. Сыграли здорово, дружно сыграли. Первую пати у них немножко не получалось, но потом они нашли свою игру и сыграли хорошо. Хотелось бы победить 3-0, а получилось 3-1. Ну, потому что немножко не собрались, так как первая игра в сезоне. Есть немного моментов, над которыми нужно работать еще на тренировках. Ну, думаю, это хороший старт для начала сезона. Итак, есть первая победа в этом сезоне. 3-1 стартовый матч Кубка Молдавии. Выигрывает команда «Динамо МВД». Счет 3-1. Сразу 140 команд из Приднестровья, Молдовы, еще и Румынии приехали в Тирасполь. Это правда? Да. Это на зимний кубок, который проходит в спорткомплексе «Шериф». 140 команд. И возраст ребят, которые там играют, от 7 до 16 лет. Это классно. Это просто арифметики. Это тысяча детей плюс родителей. И всех приняли в Академии Шерифа. Немного 1500 детей. Но на самом деле очень примечательный факт, что отцы этих детей, они, ну, они понятны на трибунах, отцы матери, мы называем лишь конкретных. Из них Сергей Даду, Виктор Головатенко, Александр Паченко, Станислав Иванов. Вот их дети участвуют в этом турнире. Это, конечно, круто. И еще-либо пытаются наблюдать за их эмоциями, как они переживают за своих детей, что-то подсказывают. Ну, как Олег Гуменюк говорил, что когда он дает советы сыну, то потом приходит на его игры, Олег играет за «Авангард ТВ» ПМР сейчас, приходит на его игры и говорит, да, папа, ты там, вот, конечно, явно дал маху. Хотя надо отметить, что когда сын Олега Гуменюка пришел на матч «Авангарда», вот тогда-то Олег и забил. Ну, чтобы показать пример. Однозначно, да. Так что здесь, на этом детском турнире, я надеюсь, это тоже работает уже в обратную сторону. Давайте сюжет Михаила Абрашина о зимнем кубке посмотрим. Сергей, в каком статусе вы здесь? Ну, в статусе я отца и как президент своей футбольной школы. А вы скажите, как футболист, как отец, как вы воспринимаете увлечение сына футболом? Ну, это очень приятно, во-первых, потому что поколение, дай бог, что было лучше, чем папа. Ну, просто знаю, что многие отцы футболистов не хотят, чтобы их дети играли. Ну, если честно, таких не знаю. Нет, все хотят, чтобы... Сегодня и Иванова, и Пащенко, все дети играют в футбол, я думаю, что это прекрасно. На какой позиции играет ваш сын? Нападающий, да, как отец? Вы ему советуете или все тренеру доверять? Я в тренировочном процессе не вмешиваюсь, в играх я тоже не вмешиваюсь, есть тренер. А то, что я ему подсказываю после игры, то это уже я ему подсказываю наше. А он не спорит с вами? Нет, 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 не спорит, потому что он понимает, что он еще маленький, где-то может спорить. Может быть, потом, когда вырастет, будет спорить. Но сейчас он молодец, слушается. Забьешь? Да. Я обязан. Радуемся, что ведем минимальные шутки. Здравствуйте, за кого болеем? Лободея, Лободея. Как вам футбол? Замечательно, очень хороший турнир, очень много команд, очень много эмоций. Дети довольны, взрослые, самое главное, довольны. Очень хорошо. И классно, что опыт для ребят, новый опыт, встретиться с другими командами. Даст Бог подружиться. Для них это впервые, они сейчас на данный момент впервые участвуют. С международными командами. Поэтому, конечно же, у нас эмоции просто зашкаривают. Не холодно? Нормально. Согреваемся игрой. Ну вот Сергей Даду, Станислав Иванов, все легенды нашего футбола. Бывшие игроки Шерифа, настоящие звезды. Еще и в России поиграли на высочайшем уровне. Они болеют в Тирасполе за своих сыновей. А другая легенда Шерифа. Который тоже поиграл в России. Да, рыбничанин Юрий Приганюк. Мастер спорта Молдавии и Российской Федерации. Суперзвезда. Он, между прочим, основал в Москве свою футбольную школу. Мы об этом обязательно подробно расскажем. А еще, что для нас особенно приятно, это, говорит, об уровне развития вообще-то Соки. Он всей душой болеет за Авангард ТВ по МР. Он смотрит все наши матчи. Это фантастика. И мало того, он еще советуется с главным тренером Авангарда Денисом Наконечным. Сам дает советы. Советы берет. Да, берет советы по тренировочному процессу. Ну и помогает Денису Наконечному, как он сам говорит, держать раздевалку. Вот давайте сейчас послушаем, что сказал Юрий Андреевич. Я звоню и говорю, там, Сане Поповичу, Гуми. Говорю, ребят, вы там помогите Денису, придержите раздевалку. Потому что если я приеду, там мало места будет. Я такой, я просто вспыльчивый. Как бы Денис молодой тренер. Я тоже молодой начинающий тренер. Я здесь создал свою школу футбола. Очень трогательно Юрий Приганюк говорит о Денисе Наконечном. Называет его своим воспитанником. Потому что они вместе пересекались еще в команде Телегул Тирос. Денис был совсем молодой. Он вообще дебютировал в чемпионате Молдавии в очень-очень юном возрасте. И вот он был рядом с такими. Мы сейчас уже сегодня проходились по этой дедовщине. Вот она эпоха дедовщины. И зато потом какие отношения после этого сохраняются. И то, что Юрий Приганюк. Но вспомните его, как он играл за шериф. Это вот эпоха, когда много наших местных играло. Это связка в центре обороны. Приганюк-Тархнишвили. Это же было потрясающе. Легендарно. Абсолютно легендарно. И он сейчас смотрит. То есть он там не поверхностно посмотрел авангард. Он звонит после игр. Совет раздает детальные по конкретным эпизодам. Александру Поповичу, Олегу Гуменюку может позвонить. Ну и по-хорошему так, чуть напихать. Ну, Олег Гуменюк тоже, как говорит Юрий Приганюк, это его воспитанник. Да. А с Александром Поповичем они вместе выросли в рыбнице. Вместе дедовщине. Да. И я вот спрашивал Юрию Андреевичу, в чем вот секрет Александра Поповича и его футбольного долголетия. Он сказал, гены, родители легкоатлеты. Ну, надо сказать, что Александр Попович еще при этом абсолютно тотальный зожник. Идеальный режим, здоровый образ жизни. Пример подражания для многих. Но мы сейчас про Юрия Приганюка. И так он в Москве, он создал там свою футбольную академию, где говорят, очень такие жесткие условия для детей. Нынешнее поколение не всегда ценит, но те, кто туда попадает, я уверен, они вырастут в хороших футболистов. Называется «Штандарт». Эта академия ездит и по международным турнирам. Вот Никита поймал Юрия Приганюка, записывал интервью как раз, когда тот или был еще в Беларуси, или только приехал из турнира в Беларуси. Только приехал. Да, в общем, интересно. Интересная работа. Очень классно вложиться в такое по завершении карьеры. Да, то есть продлить себя в футболе. Мы можем порадоваться за Юрия Приганюка и продолжим за него болеть. Причем там амбиции не заканчиваются на детском футболе. Конечно, это важно. Развитие детского юношеского футбола. Но также Юрия Приганюка и амбиции на взрослый футбольный клуб. Так что давайте его послушаем. Он лучше нас все расскажет. Это очень интересно. Я сначала приехал сюда, работал там у одного нашего общего знакомого, не буду говорить. Работал, развивали клуб. Но получилось так, что у нас разошлись мнения о дальнейшем развитии детского футбола. И, соответственно, мы были уволены. Я и еще группа тренеров. Это Виталий Владиславович Мостовой и Андрей Валерьевич Голубев. И, недолго думая, мы посоветовались и решили создать свою академию. Ребята уже занимались у нас долго. И много ребят перешли за нами, за тренерами. Поэтому вот так вот появилась наша академия. Ну, академия, это еще громко сказано. Это просто пока школа футбола. Мы лицензируемся. И у нас появился спонсор Петрушко Святослав Олегович. Довольно-таки известный человек в футбольном мире. Он когда-то был и член Совета директоров Динамо Московского. И он сейчас у нас является членом попечительского совета. И он нам предложил, ребят, штандарт. Это старое русское слово, переводит флаг. Давайте попробуем назвать штандарт в фиолетовых цветах. Мы поговорили и решили, что штандарт. Сейчас я работаю на одном дыхании. Так как мои дети взрослые, уже довольно-таки взрослые люди самостоятельные. И всю любовь я даю этим детям. И очень приятно смотреть, как по истечении определенного времени они выполняют то, что я от них требую. Так что я наслаждаюсь своей работой. Смотрите, я тренирую, у меня группы есть 2013 год, 2012 год, 2011 год. И есть самая маленькая группа 2016-2017 год. Вот 2016-2017 год с ними просто обалденно работать. Это как губки они. Они прямо впитывают то, что ты говоришь. Те ребята по старшим, они уже понимают. Я уже долгое время с ними работаю, уже 3-4 года с некоторыми работаю. Поэтому они иногда с полузгляда понимают мои требования. Вы знаете, я в первую очередь прививаю у детей уважение к старшим. Это в первую очередь. Во вторую, у меня в командах везде дисциплина. Потому что есть такая поговорка, дисциплина бьет класс. Были пару игр, мы выигрывали на дисциплине. Ребята действительно были сильнее нас. Но счет 1-0. За 1-0 дисциплинированно отыграли в обороне. И впереди один забили. Поэтому я с детства приучаю уважение к старшим. Никаких огрызаний, никаких обид. То есть дети должны понимать и анализировать любое мое замечание. Даже замечание другого тренера. Поэтому я не приветствую, конечно, то, что сейчас творится. И младшие ребята, они чуть-чуть по мячу начали бить. И уже начинают обижаться на старших, более опытных ребят. Я играл в командах, таких как Шериф, Т-лигу, в которых вкладывался дух победителя. Я люблю побеждать. Поэтому сейчас я в прошлом защитник. Но я люблю вертикальный футбол. Я люблю высокий прессинг. Я люблю большое количество опасных моментов и голов. Вы знаете, я лучше проиграю 0-6, чем проиграю 0-1. Терроризирую так защитников, что они боятся даже подумать. Вот. Видел центральный нападщик? Видел? Но покажу зрелищную игру. И как бы сейчас смотрю, как получается. Ну, получается здорово. Поэтому мы выигрываем и 5-6-0. Ну, иногда и проигрываем. Бывает и 5-0. Ну, это очень редко. Готовы? Да! Бей-беги! А там посмотрим! Бей-беги! А там посмотрим! Я как-то был на пару игр. У меня там друзья. Команда была раньше Джики и Соболева. Бей-беги! И меня приглашали прямо непосредственно туда, на поле. Я участвовал в этой массовке. Не, не играй. В массовке, знаете. Там же можно по приглашению прямо находиться на поле. Я имею в виду на скамейке запасных. Там смотреть прямо вот оттуда. Ну, такое зрелище. Знаете, как вам сказать? Довольно-таки неплохой уровень. Неплохой уровень. Там есть много ребят, которые позаканчивали недавно футбол на высоком уровне. И есть молодые ребята, которые не попали. Которые не нужны своим академиям, своим клубам. И они себя ищут в медиалиге. Соответственно, создают вот эти все инстаграмы. И они считают себя медийными людьми. Дети наши. Практически все знают всех футболистов вот этих медийных. Тут Дроц, Амкал. Я уже больше не помню, какие. И они прямо ими восхищаются. Как-то был момент. Мы играли в чемпионате Москвы. На соседнем поле играли Гарик Денисов и Вова Быстров. Это зенитовские ребята, чемпионы России, обладатели Кубка УЕФА. Ну, я подошел, поздоровался с ними. Я говорю, ребята, вы хоть знаете, кто такие? Они говорят, нет. Я говорю, вот у них нужно брать автографы. С ними надо фотографироваться. Они с медийными футболистами. Ну, вот так вот. Один из плюсов, что они прививают детям футбол. Именно футбол. Ну, соответственно, и дети идут на футбол, надеясь, что они когда-нибудь попадут не в Спартаке или в Динамо Москву, а попадут в тот же Тудроц или еще что-то. Ну, потому что пока для них на этом уровне, в этом возрасте, вот эти команды медиалиги более авторитетные, чем наши команды, вот эти команды мастеров. А там, может быть, у кого-то что-то мнение меняется уже в более старшем возрасте, и они будут заниматься профессиональным футболом. Поставлены задачи нашим попечительским советам, поставлены задачи не в ближайшее время, в 5-6 лет создать команду из наших воспитанников на уровне профессионального футбола. То есть профессиональный футбол у нас начинается, это ФНЛ-2. Вот так вот. Сейчас идет набор, большой набор детей. Хочется, конечно, чтобы больше был выбор, но пока имеем, что имеем. В дальнейшем будем окучивать школы, детсады. Надеюсь, что это не однодневный проект, что это будет на серьезном уровне, потому что подключены очень серьезные люди, и футбольные, и нефутбольные. Печальное время в нашей программе наступает. Столько всего интересного, да, мы о преднестровском спорте сегодня узнали, погрузились в такие глубины, где-то поностальгировали, вспомнили футбольную дедовщину и порадовались нынешним успехом. Да, в том числе и тех же легенд. В Москве создают свою академию, это круто. Обсудили, как Шериф готовится к славе в хорошем настроении. Надеемся, такой же будет и после игры 30 ноября. И у нас, и у Шерифа, и обязательно все на стадион. Забудьте вы про эту погоду. Да тепло, укутайтесь, чай там продается. Нет плохой погоды, может только плохо одеться. Макса Михайлева еще раз поздравляем с тем, что он 445-й матч сыграл в чемпионате Молдавии. Но это рекорд, достойная книга рекордов Гиннеса. Если он сам не сможет подать заявку, мы ему поможем. Надо поискать, как это делается. Еще получили крутые эмоции от большого, грандиозного футбольного праздника в Терраспу. 140 команд. Для детей, да, это фантастика. Порадовались всяким кубком дружбы, акробатики. В общем, всему, чему можно радоваться. Мы увидимся уже через неделю. Никита Кондратов. Виктор Савченко. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова